народ всем привет опять я со своим вот этим перфоратором bosch в прошлом видео значит мы склопотали облом но к этому видео я уже все приготовил и притащил вот удлинитель вот такой катушечный теперь хватит провода просверлить отверстие в нужных местах вообще хотел конечно сделать обзор на этот перфора перфоратор этих обзоров уже в ю тубе достаточно много единственное в прошлом видео конечно же я не рассказал вам про то что у этого перфоратора естественно есть переключатель режим сверления режим сверления с ударом и режим биение молотка и все это плотно защелкивается ну естественно bosch это отличный инструмент у этого этого перфоратора естественно есть еще и реверс вот так вот он переключается таким флажковой такой клавишей и есть также фиксатор клавиши когда нажимаешь то есть можно зажать и он будет она будет удерживаться допустим вот таким вот способом вот то есть и можно как бы не нажимая в рабочем состоянии его им сверлить ну и отщелкивается нажатием повторно ручка естественно регулируемая рукой с ним снимаю поэтому сбивается съемка не сразу настраивается фокус ну тут патрон с д с обычной на вот вставляются сюда хранится он вот в кейсе в таком вот я считаю что в кейсе все есть инструмент в кейсах потому что в кейсах удобнее транспортировка сделано конечно из мощнейший про класс массы вот смотрите вот этот патрон с д с это что называется это вот вот эти шлицы значит которые вставляются в патрон автоматически защелкиваются то есть вот так вот раз вставляет защелкивает его тут вот в пазы держится но есть момент один очень важный я считаю что важно для обережливых мастеров ну или там просто мастеров которые хотят использовать инструмент это вот вот это графитовая смазка она такая черная черненькая такая вот обязательно надо смазывать смазывать вот этот край хвостовик сверил всяких пик вот обязательно помешало бы сюда тоже вот перед каждым использованием запихивать вот этот вот эту смазку потому что там боёк ну или как какие-то части в патроне которые ну разбиваются и значит во первых вот здесь на самом этом на этих бурах вот эти шлицы они выбивают в патроне элементы которые прихватывают потом защелкивают плотно вот этот вот сверла насадки всякие с ds насадки получается надо обязательно это дело смазывать так далее далее на перфораторе есть вот такая вот шкала конечно же да я точно не знаю для чего она тут указывает но тут размерность диаметр и виды какие можно бурить вот собственно говоря все следующий наш шаг в этом видео это продолжение продолжение эпопеи со сверлением стены сейчас я его подключу и покажу как это всего мы последуем все смотрите далее и так народ смотрите вот я сейчас возьму вот этот графитовую смазочку сюда на наношу просто таким образом да потом так сейчас вот отложу потом вот я беру вот такую графитовую смазочку сюда добавляю вот так для смазки вот этого элементов бьющихся в патроне вставляю патрон вот вот зафиксировал вот это та самая тряпочка которая в первом видео вот она я беру этой тряпочкой так сразу протираю хотя можно и салфеточку иметь какую-то взял 10 размер сверла и рекомендую братья минут 10 несмотря на то что вот это 12 потому что 10 разбивает и 12 вот этот как я называю чопик пластмассовый входит просто потом легко и просто вот ублюдитель включал включал так вот такой вот у него работа такая то есть в режиме в режиме сверления с вместе с биением ударом это просто сверление кстати хоть хочу дополнить перфоратор чем отличается от дрели у дрели более точное сверление вот и желательно конечно дрель всегда покупать не с быстро зажимным патроном нас ключевым что позволяет машине во-первых сильнее зажать сверло потом нету гуляния сверла то есть смотрите для дрели более четко несмотря на то что это как бы перфоратор перфоратор тоже похож на дрельного перфоратор это все-таки не совсем дрель просто есть режим сверления в этого инструмента я потом продемонстрирую дрель сравнение с этим инструментом с этим перфоратором и можно будет увидеть отличие вот еще раз хочу показать смотрите там сейчас вот во первых тут сдс если даже поставить патрон с сдс переходником вот так вот патрон ставится и зажим зажать сверла то сам патрон в сдс и в этом вот так он все равно гуляет то есть есть некоторое ну подшатывание сама в самом патроне так что перфоратор это не замена дрели в первом это не замена дрели это как тут режим сверления это такой вспомогательный элемент здесь основной элемент это режим сверления с ударом с мощнейшим несмотря на то что в дрелях тоже есть режим удара здесь боек а там просто щелчок здесь именно бьет и здесь отдельный режим молоток он не сверлит а просто долго здесь как бы на месте сейчас сверло стоит но при нажатии то есть происходит вот такой вот ударный момент этого для вот этих пик и зубил всяких откалывать короче народ опять позвонили опять отвлекли все идем сверлить сейчас давайте сейчас это продемонстрирую продемонстрирую показал как работает перфоратор и обзор заодно получился все сейчас посмотрим его в действии смотрите переключил в режим сначала сверления нужно подсверлиться с флеганса вот чтобы потом не соскочила сверло сейчас делаю одной рукой все конечно очень удобно вот смотрите сейчас вот подсверлюсь вот естественно угол держим вот и немного вот сюда вот так конечно не соскать сейчас переключу секунду переключил вот в режим с ударом и вот сейчас он легли легко и просто этот бог башь 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 просверлиться это дело причем одной рукой сверлю вот такой вот башь баш resolution так надеюсь моё никчемное видео кому-то пригодится с фокусировкой вот этой вот никчемной тоже. Всем пока. Приятного просмотра. Вот. Это нужная вещь. Всегда имейте ее у себя. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Спасибо.